Благодарю Алмаз. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. И позвольте представить нашего спикера, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ильин Юрий Викторович. Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста, об отопительном периоде и пожарной безопасности. Добрый день. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что по информации Каз Гидромет, которую мы на сегодняшний день имеем, ожидаемый зимний период у нас будет сравним с предыдущим годом, когда будет много осадков, довольно-таки теплый относительно зимний период, что, возможно, будет провоцировать, соответственно, осложнение погодных условий в ближайшее время, это январь-февраль, образованием низовой метели, буранами и, соответственно, возможными заторами на дорогах. В целом, говорить, если о чрезвычайной ситуации, тот период, в котором мы уже с вами в зимнем периоде проживаем, он отмечен рядом крупных чрезвычайных ситуаций. Большая часть из всех чрезвычайных ситуаций, которые регистрируются, это у нас пожары, и пожары, к сожалению, в том числе и групповые случаи травмирования, и групповые случаи гибели людей. Поэтому мы несколько наблюдаем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, незначительный рост погибших, пострадавших во время пожаров. Основными, конечно, причинами, то, что является, прежде всего, это неправильная эксплуатация газобаллонного оборудования, в частности, в жилом секторе непосредственно, ну и неправильная эксплуатация печного оборудования, которым вынуждены наши граждане в зимний период обогревать свои жилища. Подготовительный период к отопительному сезону мы начали заблаговременно. Начиная с августа месяца мы взяли на учет более 118 тысяч домовладений частного сектора, где проживают социально уязвимые слои населения, это включая, в том числе, и пенсионеры, и инвалиды, и многодетные семьи. Соответственно, несколько раз мы уже проводили рейдовые мероприятия по данным непосредственно жилому сектору. Некоторые после вручения памятника инструктажа и выявленных недостатков жители приняли самостоятельные меры для того, чтобы устранить выявленные недостатки. Активно продолжается работа с местными исполнительными органами по установке датчиков различного назначения. Это от угарного газа, от природного газа, от дыма соответствующая. Общая численность с учетом прошлого года у нас составляет более 120 тысяч датчиков, которые были установлены по всей стране. Оно имеет свой положительный эффект. Во многих регионах сработка данных датчиков привела к тому, что своевременно были оповещены жители, проживающие в данном домовладении, и, соответственно, не привело к трагическим последствиям. Данное мероприятие, как мы говорим, месячники по пожарной безопасности пожилому сектору, он будет продолжен в течение всего зимнего периода. Мне хотелось бы, чтобы наши граждане обращали все-таки внимание на те замечания, которые рекомендации, которые выдают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям на приведение своего жилища в надлежащее состояние для того, чтобы не было трагических последствий. Кроме этого, мы проводим рейдовые мероприятия не только по 118 тысячам домов, которые искали социально уязвимых слоев населения, но мы также проводим массовый обход всего жилого сектора для вручения соответствующих рекомендаций памятных правил поведения в зимний период. В общей сложности уже было проведено рейдовых мероприятий в более чем в 1 миллионе 200 тысяч домов с инструктажами более 2 миллионов граждан, проживающих в частном секторе. Но, тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что многие, наверное, задают вопрос, почему газотехническая инспекция, с учетом той чрезвычайной ситуации, который у нас происходил в городе Нолстан 21 ноября, когда в результате взрыва произошло большое количество пострадавших, обрушение, 2 человека погибло, и в одном только кафе нашими сотрудниками было извлечено 35 баллонов для приготовления пищи. Соответственно, это нарушение, которое допускают сами владельцы хозяйствующих субъектов, которые, в принципе, привели к таким трагическим последствиям. На сегодняшний день было проведено заседание правительства, где данные рекомендации местным исполнительным органам организовать рейдовые мероприятия по местам приготовления, в том числе и пищи, и в том числе охвата, еще раз, населения, проживающего в жилом секторе, в частном, для того, чтобы провести разъяснительную работу. Ну, как мы, говорю, не увещеваем и не говорим нашим гражданам, подобный случай через неделю буквально произошел у нас в городе Талдыкурган, когда с мороза был занесен газовый пятилитровый баллон хозяином в доме, в результате чего произошел его, естественно, взрыв в теплом помещении, и привело к трагедии, когда погибла хозяйка дома, ее сын, и гости, которые были, они пострадали, и дом пришел в негодность. Поэтому необходимо, прежде всего, нашим гражданам обращать внимание на меры безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования, потому что местными исполнительными органами будут проводиться рейдовые мероприятия по всем этим объектам, но прежде всего это, наверное, святая обязанность наших граждан заботиться о состоянии своего жилища и заботиться о состоянии здоровья своих родных и близких. Значит, рекомендации, которые мы хотели бы рекомендовать и постоянно рекомендуем, это, что в частном жилом секторе, там, где используется печное отопление, необходимо проводить не реже одного раза в три месяца очистку дымохода для того, чтобы не было засорения. Обязательно устройство притопочной листа, который должен быть соответственным размерам, позволяющим эксплуатировать печное оборудование, которое бы при открытии печного оборудования не привело к распространению огня на жилищные помещения. Третье, не использовать легковоспремяющие жидкости и не накрывать обогревательное устройство. И не допускать хранения газовых баллонов возле печей и открытого огня. Ну и, соответственно, особое внимание мне хотелось бы еще раз обратить взрослых в преддверии новогодних праздников и праздничных дней, которые ожидают казахстанцев в День независимости, это не оставлять детей без присмотра. Детская шава зачастую приводит к таким трагическим последствиям, когда родители теряют своих детей и, соответственно, уже это невозможно вернуть. Хотелось бы на что еще обратить внимание, что с приходом зимы у нас большое количество любителей рыбалки, зимние охоты появляются. И зачастую люди не обдумав выходят на лед и даже выезжают на транспортных средствах, на заснеженные участки, на ледовые образования, которые лед сейчас еще окончательно не установился. Поэтому несчастные случаи, которые у нас произошли, и продолжается работа в течение уже более 20 дней в Восточно-Казахстанской области на озере Зайсан, где с 21 числа проводят поисковые работы наши спасатели, в том числе рискуя жизнью и здоровьем своим, осуществляя поиски рыбаков, которые погибли. Ну и групповой случай 8 декабря в Казалардинской области на озере Камбаш во время рыбной ловли провалилась под лед автомашина УАЗ с семью гражданами, в результате которых четверо утонули. То есть это все факты говорят о том, что выезжая на отдых, выезжая на рыбалку, любители подледного лова. Хотелось бы предупредить, что элементарные меры безопасности, которые могут и должны эти граждане соблюдать, они в категоричной форме были нарушены. Во-первых, необходимо обезопасить себя, используя спасательный жилет. Это касается зимнего периода, это касается летнего периода, потому что большое количество утонувших на водоемах, в том числе летний период, это то, что не соблюдались элементарные меры и предосторожности нашим гражданам, они не были оснащены первичными средствами спасения на воде. Второе необходимо, что предусмотреть, это запрет выход в темное время суток на заснеженные участки и на лед, потому что вы не знаете, какова толщина льда, и оно может привести, соответственно, к последствиям. Ну и трагедии, которые происходят, еще раз обращаю внимание, это с детьми. Трагические случаи у нас происходили и в Жамбульской области, и в Алматинской области, где погибли по двое детей, это, опять же, оставление детей без присмотра. Особое внимание, понятно, что, наверное, в памяти наших казахстанцев, всех это зимние события прошлой зимы, когда большое количество было у нас снежных заторов на дорогах, это выпадение обильных осадков, которые привели к коллапсу. На сегодняшний день мы уже имеем таких 14 фактов. Больше всего это в Алматинской области 8 случаев. Эта дорога, которая до стыка учирал, закрывалась 8 раз, и были случаи уже вызволения снежного плена любителей, которые выезжали, несмотря на предупреждение, и оказывались в снежном плену. Большое количество скоплений автомобилей у нас происходило в Жамбульской области на границе с Туркестанской областью, поэтому мне хотелось бы еще раз обратить внимание, что снежный период, зимний период, в который подаются штормовые предупреждения, чтобы автолюбители внимательно прислушивали к сообщениям подразделений Министерства по чрезвычайной ситуации местных исполнительных органов и КАЗ Годромет, и лишний раз не рисковали своей жизнью и здоровью. Ну и в преддверии предстоящих новогодних праздников, понятно, что большое количество сейчас производится рейдовых мероприятий из подразделений Министерства внутренних дел, это по проверкам мест торговли пиротехническими изделиями, поэтому, соответственно, в преддверии праздников мне хотелось бы предостеречь наших граждан о том, чтобы празднование новогодних праздников не привело к трагическим последствиям или же не оказаться на больничной койке. Необходимо приобретать пиротехнические изделия только в сертифицированных магазинах, имеющих соответствующую лицензию, чтобы вы обращали внимание на правильность использования пиротехники, которая написана по мерам безопасности на каждом изделии, чтобы это не привело к трагическим последствиям. В целом, подразделения Министерства ПЧС и другой государственной, в целом государственная система предупреждения и чрезвычайных ситуаций готова к реагированию в зимний период, поэтому я надеюсь, что наши граждане праздничные мероприятия, которые нас ожидают буквально с завтрашнего дня и новогодние праздники, мы проведем в кругу семьи и как можно с меньшим количеством чрезвычайных ситуаций. Спасибо. Спасибо за информацию. Уважаемые телезрители, хотим вашему вниманию предоставить ролик о соблюдении пожарной безопасности. Рахмет Юрий Викторович, позвольте перейти к сессии вопрос-ответ. К нам поступают вопросы от представителей средств массовой информации. И первый вопрос. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, как жители оповестят и каким образом? Спасибо за вопрос. У нас существует государственная система предупреждения чрезвычайной ситуации. Она подразумевает задействие всех видов средств связи и оповещения, которые существуют в стране. Прежде всего, это начиная от запуска электросирен, которые находятся в каждом областном районных центрах. Понятно, что есть где-то регионы, в которых уже стопроцентное покрытие территории. Есть регионы, которые над этим работают. Я думаю, что в ближайшие года-три мы полностью закроем территорию Казахстана по оповещению именно речевыми устройствами. Второе – это использование, соответственно, радиотелеперехвата для того, чтобы производить оповещение населения по всем имеющимся телевизионным радиоканалам и путем, соответственно, рассылки СМС. СМС-сообщения. И плюс у нас имеется приложение «Дармен», которое позволяет на сегодняшний день более 200 тысяч человек у нас уже зарегистрированы в этом приложении, и которое получает своевременную информацию о всех видах чрезвычайной ситуации. Ну и непосредственно, если происходит чрезвычайная ситуация, в зоне чрезвычайной ситуации у нас работают подразделения и Министерство по чрезвычайной ситуации, Министерство внутренних дел – это громкоговорительное устройство, которое находится на подвижных транспортных средствах, которое оповещает население о той или иной чрезвычайной ситуации. Спасибо. Юрий Викторович, Жанар Сирдалина пишет и спрашивает, может ли МЧС Республики Казахстан наложить поэтапный запрет на эксплуатацию газбаллонов в точках общепита и в ЖД-поездах. Получается, казахстанцы живут как на минном поле, не ведая, где и когда возможен взрыв и выживут ли они после взрыва. Спасибо за вопрос. На сегодняшний день, с учетом того, что подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям контролирует и осуществляет проверки только на объектах, имеющих повышенный риск опасности, это, соответственно, и промышленные предприятия, это объекты с массовым пребыванием людей, кафе и ресторанный бизнес, он не входит в юрисдикцию Министерства по чрезвычайным ситуациям. Есть соответствующее постановление правительства, которое обязывает местные исполнительные органы создания газотехнических инспекций, которые должны осуществлять мониторинг за ситуацию именно в кафе и ресторанах по эксплуатации газобаллонного оборудования. Но хотел бы еще раз обратить внимание, что это тоже наши граждане, которые занимаются бизнесом, и, наверное, должна быть ответственность не только государства за правильность эксплуатации газобаллонного оборудования, но прежде всего ответственность как граждан, так и бизнесмены за безопасность тех людей, которые приходят к ним в кафе и, соответственно, получают они от этого прибыль. Благодарю. С нами на видеосвязи моя коллега с телеканала Казахстана Ахнет Болтанова. Ахнет, здравствуйте. Микрофон включите, пожалуйста. Инна Бугаева, иномата Кизет, спрашивает, какие меры принимаются к домовладельцам, которые эксплуатируют печное отопление с нарушениями? Считаете ли вы, что данных мер достаточно и возможно ли ужесточение? На данное время мы проводим только рейдовые мероприятия, рассказывая населению о рисках и, соответственно, указывая на те недостатки, которые имеются при эксплуатации печного оборудования. Принимать каких-либо административных мер в соответствии с тем, что Конституция подразумевает неприкосновенность права жилища наших граждан, мы, соответственно, не принимаем и не можем принимать. Но рекомендации, которые мы выдаем нашим гражданам и выявлены недостатки гражданами, которые устраняются, они позволяют им жить в безопасных условиях. На сегодняшний день, кроме того, что я говорил в своем докладе, у нас за счет местных исполнительных органов и часть где-то привлечения негосударственных средств установлено более 120 тысяч датчиков, это, я не считаю, что панацея. Необходимо, наверное, все-таки и самим гражданам, и мы прорабатываем вопрос на будущее по уровню соцзащиты, там, где малоимущие граждане проживают, пенсионеры, одинокие. Это все-таки производить, наверное, за счет средств местного бюджета, частично, хотя бы в некоторых домовладениях, замену электрооборудованию. Потому что много как раз у нас сейчас фактов пожара, когда из-за неисправности электропроводки прибудет к трагическим последствиям. И второй вопрос Инны. Она пишет, в приложении Дармен по сообщению читателей стали публиковаться новости, не касающиеся безопасности. Некоторые пользователи удаляют приложение из-за этого. Не планируется ли пересмотреть контент приложения и увеличить количество полезной информации о правилах безопасности? Ну, то, что приложение Дармен мы создавали не за счет бюджетных средств, это просто была договоренность с одной компанией, которая сделала нам такую, будем говорить, презентацию. Мы договорились, что на их базе мы в дальнейшем будем развивать эту информационную площадку. Я думаю, что контент мы будем менять непосредственно с этой компанией, больше давать информационного характера информации, связанной с вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Ну, хотелось бы отметить, что за текущий год у нас практически на 90 тысяч количество подписчиков данного приложения уже увеличилось. Я думаю, это как раз и позволяет оперативно людям получать информацию. Ну, и по примеру города Алматы, туда сейчас привязана сеть сейсмостанций, которая незамедлительно после возникновения землетрясения примерно по магнитуде более 4 баллов, она сразу, эта информация автоматически приходит всем пользователям, проживающим на территории города Алматы и Алматинской области. Спасибо за ответ. А мы возвращаемся к моей коллеге. Ахниет Болтанова. Ахниет Ханам, Дайнсба. Ахниет. Ахниет. Сидермен даусым естіліп тұрма? Естіліп тұр, сұрауыңыз қай беріңіз. Ага. Жалпы жаңа бастаппадай интернет дұрс болмай, сидерде айтылған ақпараттарды толық естіме қалдым. Жалпы мен бұлғы жылға статистика білейін деведім. Жалпы өрт шығу, қауіп, өрт шығу бұйынша және өсхам байланды қандай қауқты жағдай өрхан шағурналды. Жалпы өрт шығу бұйынша статистика бұл өрт ма? Статистические данные, если говорить по пожарам, то я хотел бы, наверное, просто привести пример за прошедшую неделю, когда у нас произошло 293 возгораний, из них погибших было 19 человек и 47 человек, которых вынуждены были оказывать помощь при госпитализации. Это только недельный показатель. Если говорить в целом по чрезвычайным ситуациям с пожарами, то есть более чем 15 тысяч средним, которые регистрируются по республике за год, процентов 65-67 процентов, это именно возгорание пожары в частном жилом секторе. По сравнению с прошлым годом, как я говорил, у нас незначительный рост на сегодняшний день имеется по количеству пожаров. На процента 2 у нас рост идет по погибшим и уменьшение количества пострадавших от угарного газа. Юрий Викторович, какая информация есть о пропавшем три дня назад в горах Алматы Ермании Байменове, который в скором времени нашелся? Какое состояние было у него, когда его нашли? По словам близких, мужчины-спасатели были медлительными? Насколько эти слова достоверны? Кстати, этот вопрос направили мои коллеги с телеканала «Астана». Прежде всего, мне хотелось бы выразить слова поддержки родителям, родственникам гражданина Байменова, который вчера был обнаружен нашими спасателями. И после того, как его доставили к месту дислокации Центра медицины катастрофы и скорой помощи, была констатация смерти. Хотел бы сказать, что те, наверное, выступления в средствах массовой информации, особенно блогеры, которые много негативной информации пишут, что его там видели, его не спасли. Оперативные группы Республиканского оперативного спасательного отряда и службы спасения Акимата города Алматы не прекращали поисковые работы ни днем, ни ночью. То, что по геолокации человек, который был обнаружен в последний раз, он был потом обнаружен уже практически в километре от места геолокации сотового телефона. Каких-либо информаций о том, что подавали звуки, крики, слышал он и слышали наши спасатели на сегодняшний день, у нас таких подтверждающих фактов нет. Он был обнаружен в тяжелом состоянии, обморожение нижних конечностей. Соответственно, нитевидный пульс был, то есть человека быстро начали транспортировать по возможности к медицинскому учреждению. Уже наступила ночь. Почему не применялась авиатехника? В течение двух дней поисковых работ неоднократно мы пытались поднять вертолеты по метеоусловиям, которые у нас дает КАЗ «Гидромет», а мы подчиняемся правилам авиационной безопасности, которые едины для всех на территории Казахстана. Казар-навигация не дала вылет подразделению КАЗ «Авиаспаса» из аэропорта города Алматы для проведения спасательных работ. Хотя частично, будем говорить, небо было свободно от облачности именно в районе поиска, но взлет вертолетов осуществляется, еще раз говорю, по разрешению подразделений Комитета гражданской авиации, осуществляется из города Алматы. В городе Алматы в это время наблюдалась низкая облачность, обледенение, туман. Значит, данный гражданин был обнаружен нашими сотрудниками ближе уже к 15 часам вчера, началась его транспортировка. Вначале нужно было более километра поднять его на перевал и потом еще более трех километров нести на руках сложных погодных условий, сложных рельефов местности. Соответственно, были предприняты все меры по его обогреву после обнаружения. Его поместили в специальные носилки и обеспечили теплой одеждой, но, к сожалению, еще раз говорю, когда вышли уже спасатели к месту дежурившей бригады Центра медицины катастроф, врачи констатировали смерти. Поэтому мне хотелось бы еще раз обратиться к любителям активного отдыха именно Алматы, Алматинской области, что, во-первых, необходимо заранее строить и продумывать свой маршрут. Во-вторых, необходимо обязательно регистрация, в том числе в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы наши спасатели знали, кто выходит в горы и по какому маршруту. Поисковые работы, которые проводились, я еще раз хочу сказать, что они проводились в сложнейших метеоусловиях и сложнейшем рельефе местности. И ни на минуту не прекращались ни днем, ни ночью. Благодарю. Юрий Викторович, а какие меры Вашими принимаются в период новогодних мероприятий? Ведь в предстоящие новогодние праздники остро встает вопрос соблюдения правил пожарной безопасности. В этом году, с учетом пандемии, естественно, у нас не проводятся массовые мероприятия ни в школьных, ни в дошкольных учреждениях, ни в заведениях, связанных с развлечением взрослого населения. Поэтому в этом отношении несколько, наверное, меньше работы у наших подразделений будет. Но, тем не менее, еще раз обращаю внимание, что мы проводим рейдовые мероприятия, прежде всего, сейчас в местах реализации пиротехнической изделий, для того, чтобы было реализовано пиротехническое изделие, которое бы не привели к трагическим случаям при использовании нашим населением. Ну и хотелось бы рекомендовать непосредственно нашим гражданам, которые будут отмечать в кругу своей семьи, чтобы, выходя на улицу, используя пиротехнику, не направляли ее ни в сторону людей, не давали использовать ее детям, чтобы этот праздник не омрачился никакими трагедиями. Юрий Викторович, хочу поблагодарить вас за предоставленную информацию, за уделенное время. На этом позвольте завершить нашу пресс-конференцию. Уважаемые коллеги, уважаемые телезрители, от имени всего коллектива службы центральных коммуникаций хочу поздравить вас с предстоящим Днем Независимости. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok